У сборного пункта Южный сегодня не протолкнуться. Пока родные и близкие штурмуют главный ворот армейской жизни, сами новобранцы уже во всеоружии. В свои 20 лет Максим Угроицкий закончил колледж и устроился на работу. Когда родина сказала «надо», даже косить не пытался, а запасться конфетами и консервами. Говорит, армия подобна турпоездке. Ощущение, конечно, страшное, не знаешь, куда едешь. Небольшой такой мандраж. Интересно, билет не надо покупать. За границей, не за границей, в других городах хоть побывать, осмотреть. Никаких слез и грустных лиц. В новую армейскую жизнь своих чат родители провожают с улыбкой, чтобы подбодрить новоиспеченных солдат. Отпускаю с тяжелой, правда, душой, но и горжусь одновременно. Ну что, на Дальний Восток уходит? Хоть родину нашу увидит. А так, может, и шанса не предоставится. Вместе с будущим разведчиком Максимом сегодня по маршруту Челябинск-Хабаровск отправятся 399 будущих солдатов. Этот военный эшелон не только самый большой в весенней призывной кампании, но и престижный. Все новобранцы пополнят ряды МВД. Причем в этом году у комиссаров нет проблем с беглецами. Военные сборы идут в ногу с планом. Призыв идет планово. На данный момент мы отправили больше уже тысячи человек. По плану у нас более 6,5 тысяч человек. Срывов в отправок на данный момент нет. Поэтому все идет в штатном режиме. Собственное койко-место и трехразовое питание. До точки назначения южноуральские новобранцы будут добираться 6 с лишним суток. Но скучать не придется. Уже в Тюмени к ним присоединятся еще 300 спартанцев. Дмитрий Щапов, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск.